К другим новостям. Во сколько лет лучше отдать ребенка в школу и не навредить его здоровью? С этим вопросом сталкивается каждый родитель. По обновленной системе образования в 5 лет ребенок должен пойти в нулевой класс, а в 6 в первый. Как быть мамам и папам, которые хотят продлить детство своим чадом и не нагружать их раньше времени? Во сколько лет, по мнению психологов, малыши готовы сесть за парты? И почему врачи считают, что 5-летним детям могут навредить школьные нагрузки? Узнаете из нашего материала. Школа с 5 лет. Такая новость переполошила родителей малышей. Ведь далеко не каждый ребенок морально и физически готов к таким нагрузкам. Руководитель управления образования спешит успокоить североказахстанцев. По словам Гульмиры Каримовой, это делается в рамках обновленной системы содержания образования. В Казахстане ее окончательно внедрят в 2020 году. Уже третий год подряд эта система у нас работает. Что такое обновленное содержание? Это 12-летнее образование. 12-летнее образование подразумевает собой предшкольный класс, то есть, как в народе говорят, нулевой класс и плюс 11 классов. В 2020-м нулевые классы откроются по всей стране как в школах, так и в детских садах. В этом году, как и в прошлом, малыши, которым на 1 сентября исполнилось полных 6 лет, могут пойти в первый класс. Ребята помладше по желанию родителей остаться в садике. Свой выбор уже сделала Асем Нурмухаметова. Ее пятилетний сын Даниал готовится к выпускному. В сентябре он станет школьником, пойдет в нулевой класс. В декабре мальчику исполнится 6. Переход к более серьезным занятиям, требующие от ребенка большого внимания и усидчивости, лучше делать к 7 годам. Но никак не раньше, считают Асем. В 6 лет мой ребенок еще не готов пойти в школу. Он у нас еще любит поиграться. Он еще психологически не готов сидеть за партой. Ну, понятное дело, что есть дети, которые уже более самостоятельные, которые с радостью идут в школу. Такие дети более дисциплинированы. Но у нас пока с этим небольшие проблемы. Но я думаю, что при школе он будет более дисциплинирован. И уже за год он подготовится к первому классу. И морально, и физически, можно сказать. Но в Министерстве образования торопятся. Им нужно, чтобы педагоги подготовили детей к первому классу по единой программе. В нулевом их должны научить читать и писать. Врачи считают, что пятилетние дети не готовы к таким нагрузкам. Пятилетний, он не может усидеть и 15 минут за партой. То есть, если пятилетнего мы отдаем в школу, предполагая, что это будет именно 4-5 уроков по 40 минут, он должен писать, он должен уметь копировать. С учебника какие-то буквы он должен списать с доски. Он еще не готов. Мы сейчас говорим в основном о нервной системе, о костно-мышечной системе и о зрении. Те, которые прежде всего могут дать какой-то сбой при вот этих вот нагрузках. То есть, это развитие сколиозов, нарушение осанки. Ну и естественно, что это развитие различных неврологических неврозов. Педагоги, работающие с первоклассниками, тоже считают, что родителям не стоит торопиться отдавать ребенка в школу. Пятилетние и шестилетние дети, в отличие от ребят, которые старше их на год, менее усидчивы и хуже воспринимают программу. В этом возрасте многим из них еще хочется играть, но никак не учиться, говорит Наталья Донец. Семилетние дети, они более внимательны, более усидчивы. Шестилетние же детям требуется проводить очень много на уроке различных разгрузочных моментов. Это игры, физминутки, что, конечно, в свою очередь отвлекает детей от урока и потом приходится на следующем этапе опять восстанавливать внимание. На это уходит очень много времени. Тем временем педагог-психолог Наталья Крылова говорит, чтобы сделать правильный выбор и решить, во сколько лет ваш ребенок пойдет в первый класс, необходимо исходить из особенностей развития малыша. Нулевой – это, по сути, подготовительная группа в детском саду. Это вопрос очень индивидуальный, потому что мы все разные люди, также разные наши детки. Здесь нужно, конечно же, подходить индивидуально, посмотреть на ребенка, готов ли он к школе. Для этого, конечно, существуют специальные тесты. Есть психологические тесты, есть тесты педагогические. К слову, пройти такой тест ребенок может в детском саду или школе. Делать это самостоятельно специалисты родителям не советуют. Объясняя это тем, что далеко не каждое задание, взятое из интернета, может показать реальный уровень развития вашего ребенка.